Продолжение следует... После обращения в редакцию возмущенной родительской общественности, в частности общественного уполномоченного по защите семьи, Катюша опубликовала критическую статью о недопустимости совместной продажи сексуальной продукции и детских игрушек. Разъяренный кролик немедленно ринулся в атаку, подав иск о причинении ущерба его деловой репутации как на редакцию Катюши, так и на общественного уполномоченного по защите семьи. Мы говорим только об исковых требованиях. Мы просим признать несоответствующими действительности и порочащими честь достоинства деловой репутации государственного предпринимателя ВАРФа следующее исследование, упакованное в сети интернет. Название статей, подгузники от извращенцев и следующие формулировки, которые используются в данных статьях. Я в детстве вложил к иску заключения специалиста, это у меня петроэксперт. Когда же согласно этому заключению, например, высказывание номер семь полностью, в объеме признано представлено в форме предположения, то есть оценочного суждения, а высказывание два, четыре и шесть частично в форме мнения оценочного суждения, оценочного суждения и субъективно оценочный характер. Это согласно их же представленной заключению. Высковом заявлении указываете на то, что листец придерживается традиционной ценности и их же продвигает в качестве концепции сети магазинов розовый кролик. Что вы подразумеваете по этому вопросу? Уважаемый, мы понимаем, что деятельность магазина розовый кролик направлена на укрепление семьи в первую очередь. Да, а традиционные ценности, они в вашем понимании, что из себя представляют? Слушая нашего замечательного розового спикера, я никак не мог избавиться от мысли, что у нас в стране ровно одна проблема – сексуальная. Понимаете? И вот это ощущение двойственности, оно очень яркое, потому что говорите вы хорошо, правильно, у вас прекрасно с языком, с постоянной мысли. Да, проблема не в этом, а в том, что между тем, что вы говорите, и тем, что вы демонстрируете, возникает огромная пропасть. Потому что вы считаете… Дихотомия, я бы сказал. Дихотомия, да, прекрасный тоже вариант. Вы считаете, что все наши проблемы, они носят исключительно сексуальный характер. Вы говорите, что если человек сбросит вот эту нагрузку, свое нервное напряжение, то он не пойдет совершать какое-то преступление. Но это абсурд. Абсурд заключается ровно в том, что взаимодействуя с моделью, человек наполняет себя… Абсолютно правило. Благодарю. Он наполняет себя той самой энергетикой, тем самым доминированием. В момент, когда нет возражения его стремлением, в момент, когда его ничто не ограничивает, он распоясывается, ведет себя свободно. Понимаете? И потом экстраполирует это. Он несет это в массу, он несет это во двор и так далее. Понимаете? То есть это провокативный механизм. Дальше. Еще и поощрительно, развивающая девиация. Совершенно верно. Вопрос ведь не в том, как укрепить семью. Опять же, понимаете, вот ваш тренд такой. Все должно укрепляться сексуально. Семья укрепляет… Я зло всего не говорил, заметьте, можно пересмотреть наше видео выступление. Я не говорю, все, только так или так. Это я говорю про все, а вы переселяете… Вы просто так сказали, выглядит как будто я сказал, что все только через секс. Вы не переживайте, все ваши разные стороны, они ровно в секс упираются. Вот, поэтому речь идет о чем? О том, что семья укрепляется, не сексуально. Я не хочу сказать, что сексуальные отношения в семье – это как-то лишнее или нехорошо, или как-то еще. Но это не основополагающий аспект. Негативно сказывается, по мнению ответчика, исходя из статьи, как раз на информационную составляющую, информационную среду, которая негативно сказывается как раз на самом институте. Ну, конечно, в рожжеме детства. По мнению ответчика. Я понимаю, что общественные полномочия по правам ребенка, они как раз являются общественное объединение, которое усилило свою позицию относительно данной деятельности Лапина с целью как раз того, чтобы не допустить вот это негативное нарастание, вот эту пропаганду, вот это, по ее мнению, вот этой деятельности. Поэтому я хочу просто узнать, какие ценности преследует естественно, реализуя вот эти товары, которые носят вот этот интимный характер. Мне, например, пока непонятно, какие это ценности. То есть свойственные нашей исторической России, которая берет поколение из поколения с точки зрения системы духовно-нравственных ценностей, я, например, немножко не понимаю, какие ценности. Уважаемый, ответчик утверждает, что выход на рынок продажи именно товаров не интимного характера говорит о том, что Лапин, как следует из публикации, желает дополнительных барышей. Лапин незаконно, по мнению ответчиков, распространяет рекламу о том, что осуществляет реализацию продукции 0+, предназначенную не только для, скажем так, интимного характера, но и другую продукцию. С этим именно ответчик не согласен. В контексте всей статистики, смотрите, как раз общественного полномочия и волновала эту ситуацию, что не просто, я так понимаю, что здесь общественные полномочия против реализации других товаров, а именно акцент сделан на то, что именно реализация именно этих товаров в интимном назначении создает вот такую негативную информационную среду. У меня нет разграничения. Ребенок, зайдя, все это видит и привыкает к этому бренду, розовый кролик. Это бренд широко, в мировом уже, в сообществе, по-моему, известный, потому что везде в эстрадках мы иногда находим этих кроликов. И это просто много картона для детей о том, не какой-нибудь супружеской жизни, а как раз возвращении. Ну, мне надо еще раз это все отомнить, потому что я деловая репутация и магазин секс-шоу, у меня в голове не укладывается. Действительно, речь идет о том, что в какой-то момент обычный секс-шоу, которых, ну, скажем так, много, по городу и так далее, превратился в такую награющую роль, значит, и стал завлекать молодежь и детей. То есть они, собственно, в самом магазине стали продавать товары для детей. Назвали вот таким детским названием, розовый кролик, такие у них, значит, логотипы такие, как бы мультяшные, значит, привлекательные. Я несколько раз общался с мамочками, которые несколько раз говорили, что ребенок видит рекламу, говорит, о, розовый кролик, пошли зайдем. То есть они даже не понимают, что это. На двери написано 0+, заходишь, проходишь через определенные витрины, значит, вот эти маникены обнаженные в таких, значит, белье, значит, садомистик, ой, эти как, бдсм в масках, значит, через вот это все проходишь. Только потом ты в центре попадаешь в некий, как бы, островок с детскими игрушками. Чтобы ребенку пройти, купить этот, как бы, товар, детский, соски, ползунки, игрушки, там, машинки, конструкторы продаются на таком островке. А все остальное, ну, прямо на витринах стоят фаломитаторы, презервативы, смазки, плетки, как это, стропоны, хвосты какие-то, то есть чего только. Там есть такие предметы, ну, плетки, там, не знаю, там, эти, как вы знаете, прищепки, да, прищепки. Парапея, сбруя, расширительные, то есть там показывают, что один другого ходят, там, как собаку, значит, миски, из которых они едят. Ну, то есть, вот, всячески, то есть, вот полностью все. От абсолютно, может быть, там, каких-то нейтральных, там, условно говоря, презервативов, смазки, да, действительно, они есть. До вот такого, абсолютно, так сказать, вот, запретельного. Это все в одном помещении продается. Естественно, магазины, в которых осуществляется реализация данного товара, они не, так сказать, в этих магазинах не представлен ассортимент товара 0+, и ассортимент товара 18+. Потому что предприниматель активно заботится, в том числе, о том, что в данный магазин могут пройти несовершеннолетние, и доступ для товаров 18+, соответствующим образом, он ограничен. На этом, как бы, большом помещении, небольшой островок, 3-4 полочки для детских товаров. И вот мама или папа приводит ребенка, поддаваясь на их рекламу, купить детские товары, естественно, они проходят через вот это все, все это видят, видят дети, видят молодые родители. Естественно, так сказать, вот это, как я понимаю, и редакцию и полудила выписать соответствующую статью. То есть позиционирует себя, что у них в интим-соломе теперь еще продаются детские товары. Совершенно естественно и логично суд отказал кролику в его нелепом иске. Справедливость, как это, к сожалению, бывает не всегда, восторжествовала. А Катюша с нетерпением ждет. Уберет ли кролик со своих прилавков детские игрушки, или вместо этого продолжит пытаться атаковать нас, выдавая черное за розовое.